здравствуйте с вами я оксана и жизнь как она есть вот мы приехали на ферму к себе в ту логина где содержатся коровы вот это хатон в якутском стиле он сделан из таких бревен стоячих я не знаю как правильно называется ну вот он вот такой вот там есть дальше новые которые мы строим но который вернее мы не можем достроить пока вот коровы здесь скажу что это наши собачки дом где живут живут нас рабочие то бишь коровами раньше занимались мы сами когда у нас было 2 3 4 коровы то сейчас у меня работают люди рабочие ну честно говоря я не могу их уже назвать рабочими потому что это как члены семьи дядя то ли здравствуйте да да лучше всех вот так тут тут наши коровушки конечно в таком состоянии в каком мы его взяли в рассрочку пока вот так мы все надеемся что мы на новой земле будем ставить хороший большой хатон этот мы достроить не можем вернее нам его просто не дают говорят очень большой хатон но в принципе он на 50 голов такое поголовье здесь раньше было в этом хозяйстве наши коровушки помечены кто красными ленточками кто красной краской накрашенной кнопа кнопа важная корова да так эти не все здесь еще до дочь а еще остальные стоят на дойке зайду в потом но я надеюсь там будет видно будет кто чей сейчас идем в хатон ты куда пошел ясно ладно тут темно а нет нормально это наша последний теленок так ну вот здесь остатки коров у нас стоят бычки привет привет друженик великий используем и доильный аппарат блин они так ломаются быстро так здесь тоже стояли корова но они уже все на улице вот такие наши коровушки у нас несколько пород у нас есть холмогоры у нас есть сементалы и у нас есть галстинная фрезерованная а вот красная степная еще дочь это че лежишь ну-ка подъем давай 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 опа ну-ка поднимайся молодец это у нас комета а не видно ее ну это красная степная так сейчас вам покажу особый экземпляр это якутская порода коров гайка гаечка посмотрите какие у нее рожки якутская порода коров они маленькие метр двадцать в холке всего соски у нас на вымени тоже не очень большие да дуча гаечка но жирное молоко на дает не так много всего три-четыре максимум до шести литров но жирность у нее 6 процентов да 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 не мешаю вот это выкул и вот коровушки которые вышли да доча ласка ласка корова у нас все ручные все такие добренькие да доча это у нас кнопа вот это самая первая наша корова кнопочка кнопочка ну что такое она уже старая старая корова до дочь и уже по моему около 14-15 лет потому что когда мы ее брали и уже было 12 а вру она тогда еще старше зоря он еще стоит зори вообще классная корова зорюшка зоря ты знаешь что ты зори да куда залезла ты зори это тоже вот у нас четыре коровы были первые одна из них она но мы ее брали нителю и вот эта корова у нее очень слабое время ах солнце моё ты гуляешься у меня значит мама приедет тебя осеменять я еще сама осеменяю коров кто бы мне сказал что я буду этим заниматься много лет назад я бы не поверила потому что я безумно вообще боялась коров но приходится отучилась и коров я осеменяю сама у меня даже есть корочки осеминатора вот так это молодняк прошлогодний так ну концу лета все весь этот навоз будет вывозиться мы отдаем его бесплатно те кто занимается овощами они приезжают и забирают у нас его за зиму это складируется складируется а потом все это вывозится копнуть чуть-чуть поглубже оно еще все замерзшие поэтому где-то в августе начнется вывоз всего этого чего лежим ну вот так вот это наше коровячие сервы оля там у нас еще зори гуляет это пастух оля там зорька гуляется еще вам хорошая тебе говорю все гуляете на следующей неделе тогда начнем все это сменять на нарезу как коровяки правда у нас нет своих сенокосных угодьев и нет сенокосной техники поэтому то что мы зарабатываем на молоке мы все вбухиваем стрелка стрелочка мы все пухиваем в сено потому что все сено покупное вот ну вот так дина дина хороший пастуха находится с коровами и пасет их да барон барон а это охрана барон иди сюда никакой чужой собаки о господи ты что так извалялся-то весь в сене ни одной чужой собаки рядом не будет ну вот посмотрели да спасибо за внимание ну вот теперь представляете да как в якутии раньше строились хатоны на материке это называется сарай коровник здесь у нас называется хатон правильно вот специальная конструкция они не отапливаются зимой то бишь температура в хатоне плюсовая ну где-то около даже плюс 20 получается и коровы сами себя обогревают может быть как-то это его конструкция влияет на это но не знаю спасибо всем